То, что Тора говорит, что народы мира, увидев наш образ жизни, поняв мудрость Всевышнего, заключенная в Торе, будут поражены этим и будут относиться к этому с почтением и будут стремиться в той или другой степени к этому, относятся к состоянию мира, которое называется завершенный тикун и лам, исправление мира, мир в исправленном состоянии, сейчас мы находимся в ненормальном состоянии, сейчас духовные сосуды, как принято говорить, они находятся в состоянии, многие из них, разрушения, осколки, искры всюду разбросаны, наша задача все это собрать, все это исправить, и этим занимается наш народ, это собственно задача народа Израиля, через изучение Торы, через серьезную молитву, через добрые дела, помощь во всех случаях необходимых этому, в первую очередь на распространение, и уже понятно, почему это в первую очередь, в контексте даже этого ответа, распространение знания Торы, Света Всевышнего. После того, как мы сделаем нашу работу, тогда состояние мира будет другим, тогда уже будет то, что называется времена Машиеха, возрождение умерших и так далее, чуть раньше, чуть позже, тогда народы мира увидят картину совершенно иначе, чем они видят сегодня, потому что завершив нашу работу, наш народ будет излучать свет, очень сильный духовный свет, этот свет смогут почувствовать и увидят народы мира, тогда они, законы Торы, будут видеть в этом свете, не как набор слов, или не как юридические формулы, или не как запреты разрешений и повеления приказы, они увидят весь этот свет и весь контекст этого, и тогда они будут поражены величию нашей мудрости. А на сегодняшний день, в отрыве от всего этого, в отрыве от контекста, отдельно взяты наш закон Торы, и я здесь не говорю о тех или других бытовых явлениях, как автобусы, которые вы упомянули, или прочие люди, вообще не понимают, ни почему бывают такие автобусы, ни для кого они бывают, ни почему, как нам относиться к этому, поэтому вся эта болтовня и токбеки, и прочее на форумах, и вообще в интернете невесома, неважно, что люди говорят за или против, это не имеет значения, это все болтовня. Недаром твиттер, от слова твит происходит, щебетание птиц. Все это на уровне щебетания этого, потому что люди не знают контекста, не понимают глубины, не знают этого света. Мы, евреи, должны изучать Тору, тогда нам это откроется. Пока мы не изучаем Тору, мы тоже ничего не знаем. Неудивительно, что в Израиле и за границей евреи, многие, которые вне Торы находятся, несут просто, иначе я не могу сказать, откровенную чушь, глупости, детский лепет. Вот моя характеристика дискуссиям на эту тему. В то же время, если изучать и все, то все становится на свои места. Контекст понятен, и внутри этого все выглядит иначе. Но это внутри этого. Для других народов это не ясно, потому что они находятся вне этого. Когда мы выполним наши работы и будет сделано текуно лам, то есть исправление духовного мира, тогда мы начинаем светить наружу. И тогда исполнится то, что пророк Ишайяус сказал в начале своей книги пророчества. Кими цион, тице Тора, удвар Гошем Мирушалайм. Из циона, циона это храмовая гора, храм. Из циона выйдет Тора, и Слово Всевышнего выйдет из Иерусалима. Почему тогда это произойдет? Потому что тогда мы сделаем нашу работу, и начинается вот этот свет, о котором я говорил, о котором пророк Ишайяус, соответственно, говорил. Я всего лишь интерпретировал его слова и рассказал вам. И тогда все выглядит в контексте, все правильно, одно к другому. И тогда исполняется и то, что сказано Тора, то, что сказано в Торе. Там то, что вы процитировали, что все народы будут поражены этой величью, этой мудрости. И как все одно связано с другим, как все логично, как все правильно, как все по-доброму, как все светло. Где нет ничего неправильного и плохого в этом. Что остается только поражаться этому и возможность стремиться к этому. Всего доброго. Будем желать, что наш вклад в эту работу будет значимый. Каждый из нас будет стараться. И тогда мы увидим с помощью Всевышнего, конечно, результаты уже быстро. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok